Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, Украина! Давайте сейчас с вами посмотрим, как же занимается спортом молодая, еще не замужняя, и замужняя, умудренная опытом женщина. Встречаем аплодисментами Марина Баблавская и Яна Глущенко! Я питаняшка. Моя фишка поддерживает себя в отличной спортивной форме. Я домохозяйка, мать троих детей. Моя фишка вообще не думать о внешности. Собрала спортивную форму. Кроссовки, облегающие леггинсы и короткий топик. Даже во время занятий спортом я должна выглядеть сексуально. Собрала по всему дому разбросанные носки, шорты и кеды. Полчаса в сексуальной позе доставала из-под кровати футболку. По-моему, это йога. Тренер сказал, что лучшее время для тренировок – это первая половина дня. Провела мужа на работу, детей в школу, брала, постирала, развесила, погладила, приготовила, сходила за продуктами. Прошла первая половина дня. Прошла и слава богу. Перекусила. Овсяная каша – это самый полезный завтрак для спортсмена. Оплатила коммунальные. Теперь все будем есть самый полезный завтрак. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Пока занималась на албитреке, громко подпевала своему любимому исполнителю. Забыла, что я в наушниках по этому песню слышал весь спортзал. Пока пылесосила, по радио пел Стас Михайлов. Решила ему подпеть, теперь болят губы. Забыла выключить пылесос. Я прям представила. Да. После поднятия гантель чувствую приятную усталость в руках. Несла пакеты из магазина. Рук не чувствую. Прыгала на скакалке. Все мужчины в зале смотрели на мою грудь. Наклонилась в супермаркет и поднять кошелек. Даже охранник отвернулся и смахнул слезу. Занималась на беговой дорожке. Чередовала бег со спортивной ходьбой. И в конце спринт сердце бешено колотилось. Сломался лифт с девятого на первый, с первого на девятый. Сердце осталось где-то между седьмым и восьмым. До времени тренировки я успеваю проработать упражнения для всех групп мышц. Пришел муж с работы и дети со школы. Убрала за ними, приготовила им поесть, накормила, помыла посуду. Вторая половина дня очень похожа на первую. После тяжелых упражнений решила пойти на йогу. Тренировать нужно не только тело, но и дух. Поняла, что чувствует йоги, когда наступила на разбросанный конструктор. За годы долгих упорных тренировок научилась не материться при детях. На тренажер повесила слишком большой вес. Завтра будут болеть плечи. Заставила мужа повесить шторы. Жалуется, что у него болят руки. То, что у меня болят плечи, тебя держать, тебя не волнует. Мы с инструктором как единое целое. Я понимаю его с полуслова. Пятый раз повторяю. Сам иди за своим пивом. Шо тебе непонятно. На меня смотрят все мужчины в зале. А когда я сексуально приседаю, они просто перестают делать упражнения. Мой весь вечер смотрит только в телевизор. Решила привлечь внимание и сексуально присела. Стрельнула в спине. После тренировки меня ждет расслабляющий массаж. Коля, какие рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ну, хоть ногами по спине походи. Завтра снова в зал. Жду не дождусь. Как же я люблю спорт. Завтра пойду и устроюсь на работу. Хоть отдохну немного. С праздником вас, милые женщины. С праздником, бабоньки. Все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова